Дарк Соулс 2 И будем разбираться со всем этим Со всем, что С этой стороны происходит К тому же тут дальше будет пара интересных И полезных вещей Ну, с ним я уже говорил, он ничего нового не скажет С тех пор Ну да Но теперь я могу эту статую превратить в человека Но сначала стоит убить Этих чуваков Потому что иначе потом с ними будут Некоторые проблемы Зачем открывать двери, когда можно Ломать двери Ну, я их не убиваю с одного Это нехорошо Ну да ладно, есть ли у меня череп? Есть целых два Окей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я очень хорошая пиромантия, так что, может быть, вы можете считать это моим благодарением. Персонаж, скорее. Ну да, ей можно отдать какой-нибудь сет брони, и она в нем будет потом стоять в Маджоле. Также она продает кольца на резисты. Ну, описание такое. У меня уже было какое-то кольцо с резистом к магии, и описание у них близкое друг к другу. Ходится в ощущение, что пиромант Глокин сквотил целое состояние продавая копии таких колец. Ну и да. Всякая фигня на резисты временная, плоды. Огненные семи для апгрейда пиромантии, и сама пиромантия разная. Я дам ей... Не знаю, что у меня есть лишнее. Лишнее. Не уверен, что ей нужен полный сет, но у меня есть лишний хлам в каждый слот. Лишнее. Лишнее. Да. Лишнее. 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 Ну, Кареллиона мы уже встречали. Лишнее. Лишнее. Я очень рада с этим подарком. После меня меняется в это, я бегаю на Маджулу. Хм. Я не уверена, где я смогу найти лорита. Но, возможно, Медюля Это моя лучшая шанс И промахнуться Ну, как-то так Также здесь ворота закрываются Так что выбежать я тоже не могу И там Василиск Но это не проблема И также, помимо Василиска Тут есть... А, нет, не тут Тут какой-то предмет, по-моему, есть Где-то здесь Не в этой комнате Вот в этой, видимо А, и этот чувак Да, душа, человеческая фигурка Ничего особенного На другой стороне Насколько я помню, ничего нет В плане предметов Там тоже есть враги Но враги Это не что-то полезное Ну ладно, я тоже могу бить двери А, и внизу Есть сундук В котором, по-моему, осколы кастуса Возможно, я не помню точно Сейчас узнаем Да, осколы кастуса, действительно А, и на другой стороне костер Который не очень полезен Потому что Если я около него отдохну Или если я к нему телепортируюсь То Эта дверь будет закрыта И эта дверь будет закрыта То есть мне придется Дергать рычаг, чтобы выйти Дергание рычага Опять же открывает все эти клетки На меня набегают Таупы мобов И все нехорошо Так что лучше просто Ну, зажечь этот костер Но не отдыхать у него И просто пойти дальше Потому что дальше Скоро будет еще один костер И темнолесье И в темнолесье еще эти чуваки Выдающая душа И тут будет еще несколько групп врагов До следующего костра Но они все достаточно Простые Наверное, особенно простые Если я не трачу всю стамину На то, чтобы добежать до них Сойдет Так, еще один спрыгнул Они кидаются камнями С небольшим уроном И у них есть всякие атаки Ближнего боя Некоторые из них Или, возможно, все Они накладывают яд Атаками ближнего боя Те, у которых труп В качестве оружия Точно накладывают яд Насчет остальных не уверен Ключ Фароса Еще одна толпа Их можно парировать И бэкстабить Но это не очень нужно Человеческая фигурка Какая-то Какие-то статуи разрушенные И проход к костру И тут есть развилка И развилка Это довольно интересно Ну как, она не то, чтобы Довольно Она довольно важна Центральный проход Ведет К сильно более поздней Вокации В которую меня пока что Не пустят Левый проход Идет тоже В какой-то мере К более хайлебельной Вокации В которую меня Тоже не пустят Чтобы туда меня пустило Мне нужно либо убить Четырех великих Либо набрать Миллион Суммарно Душ за всю игру То есть память душ У меня должна быть Выше миллиона Ну и третий путь Это то, куда Меня сейчас пустят И здесь лес С туманом И это на самом деле Довольно интересная Вокация Потому что это лес С туманом И с невидимыми врагами То есть она Интересна в плане Мне наверное стоит Взять какое-нибудь Другое оружие Потому что Выпады Против невидимых врагов Которых нельзя залочить Не лучший Вариант В общем да Здесь такие едва заметные Почти прозрачные враги Упс Когда-нибудь я подопоню Также здесь деревья Эти орущие И если деревья бить То они орут И это привлекает Больше врагов сюда И некоторые враги Сами бьют деревья Это один из них Не уверен Возможно это был Призрак игрока В этом плане Эта вокация Довольно интересна Потому что в кооперативе Не в кооперативе А в онлайне Если вы играете То здесь еще и Призраки игроков бегают Которые очень Похожи на этих Невидимых врагов И в принципе Локация Она сложная Не из-за того Что здесь Десять тысяч врагов Она сложная Не из-за того Что сами враги Сами по себе опасны А просто Из-за такой вот Интересной механики С невидимостью И также там Огромная куча Предметов валяется На этой локации И их Собирать все Это тоже Та еще задача Потому что Во-первых Тут туман И нифига Непонятно Где я вообще И куда я иду Во-первых Во-вторых Где эти предметы Непонятны И пока я к ним Не подойду Почти в упор Я их не увижу Естественно Готов Очень хорошо Здесь работает оружие Типа двуручных мечей В одноручном хвате И всего такого Что бьет горизонтально Широко Потому что Лочить врагов Нельзя Так что Попадать точно По ним Всякими выпадами Не очень Получается Ну если С самого начала Я сейчас Быстренько вернусь К самому началу Чтобы объяснить Как Куда попасть Это старт Если от старта Бежать вдоль Левой стены Ну Не столько стены Сколько просто Края локации Наверное То я довольно быстро Выйду вот сюда Вот где я только что был И здесь такая поляна На которой Во-первых Лежит Огненное семя Во-вторых На ней Лежит НПС Да это просто Игрок Вот этот Вот НПС Да это Отрубленная голова Leave me be I like it quiet Leave me be What business have you here Traveller You may call me Vengal If I deserve a name In this Sorry state It is rare to flap these gums This is pleasant Long ago I was hired To defend the kingdom I remember a long Brutal fight And then Somebody Killed me So I thought I came to And found myself Like this I don't know What explains it But it's not so bad Really Now I watch the days Go by And gaze At the night sky Thinking Of the finer things Far removed From war I've grown weary Of battle But did not realize it Until now I know not What brings you On this journey Nor will I deign To ask You may bear A great burden But don't we all I prefer to stay My distance But I want to warn you Of something My body I see visions My body Headless Raging without me My body Wielding my sword A sword Forged only To kill My body My body Will show no mercy Something Do speak I don't know I can't lie Sometimes I wonder what's become of the kingdom I was a hired hand Yes But we soldiers Stared death in the eye Together And for his highness I am afraid But perhaps it's for the best We knew not what we fought for I was born in Feroza To land in the distant east When I was born We were already mired In prolonged conflict With our neighbours Eventually Our kingdom fell And our people scattered I've been a sellsword Ever since All I ever knew was war And I can imagine No other way to live What a fool I was I am grateful For these peaceful days But such contentment Lies only in the here And now Why must life Be so confounding Thank you for lending an ear To my ramblings Here Take these I have no use for them Go along And resume your journey I cannot lie I was And for his But Farewell I will retire To my silence No I am I want to I will Ah Again But I will As far as I will Отсюда я сразу вижу предмет. Который можно взять. Это бессмысленная хрень, конечно, но все-таки. Но вообще, если я от Венгарла, то есть отсюда, если я продолжу бежать вдоль левой стороны карты, то я в итоге приду к выходу. Почти не встречая врагов. Или вообще не встречая врагов даже. И здесь, если быстренько подняться по лестнице, можно активировать костер. И после этого я вернусь назад. И продолжу исследовать туман, потому что там есть пара полезных вещей. Также отсюда... Нет, не отсюда. Откуда-то здесь можно было спрыгнуть обратно в сторону Венгарла. Да, это дальше, это не отсюда. Если по другой стороне идти, я, конечно, в итоге тоже приду туда же. И также встречу этот сундук по пути. Тут пара врагов, которых нифига не видно. А, дерево, почему мимо тебя нельзя пройти? Так, вот я вижу. Да, у них еще и арбалеты есть. А, лок. Лок здесь не работает, естественно. Он умер. А в третьем ДЛЦ есть предмет, который позволяет видеть невидимых врагов и вообще невидимое все. И он работает на этих врагов, насколько я знаю. То есть их будет видно. Не в оригинальной игре, но в переиздании. В оригинальной игре он не работает на этих врагов. И здесь в сундуке кольцо к варенде плюс один. Скорее три ген стамины. Сильнее, чем просто кольцо к варенде. Ау. Черт. Черт. Локнулся. Попал. Хотя он по мне тоже. Тут их еще и несколько видов есть. Есть чуваки с арбалетами и, по-моему, прямыми мечами. И есть чуваки с кинжалами. Возможно, с двойными кинжалами. Что-то такое. В общем, с двумя разными видами оружия они встречаются. Как-то ты близко из этого арбалета стреляешь. Внутри меня кольцо солнца. И вообще, в целом, эта локация с туманом и с невидимками, она геймплейна... ...намного интереснее любого другого леса в любой другой игре от Фромов. Ну и почти в любой другой игре, в принципе, наверное. Просто за счет того, что туман и невидимые враги. Даже если бы они становились видимыми на небольшой дистанции... ...то все равно было бы интересно, потому что непонятно, где вообще враги. То есть можно случайно зайти в какую-нибудь толпу или еще что-нибудь такое. Окей. Вижу еще одного прямо по курсу. Издалека их как-то лучше видно, чем вблизи почему-то. И где-то здесь, да, вот здесь вот есть также сундук. Он где-то в правой половине локации, если смотреть от... ...старта в сторону конца локации, скажем так. Но найти его довольно сложно все равно. Только если случайно наткнуться вот так вот. А еще один. Попал. Тут на трупе талисмана Ллойда. И вот снова начало. И по сути все ценное я подобрал. Вроде бы. Ну здесь вот труп, на котором нет предмета. И здесь вот труп, на котором есть предмет. Большая душа солдата. Упс. Попахнулся. Если бы у них еще и хелс-баров не было, было бы вообще весело. Ну да ладно. Может помочь Фатю. На самом деле не очень. Хотя может быть здесь конкретно есть какой-нибудь этот. Какая-нибудь тень или что-то подобное. Упс. О, бэкстаб. Смертельный бэкстаб. Да, они умеют бэкстабить. И Фатю не помог. Ну в принципе мои души должны быть где-то близко. А там где-то была еще одна вот такая вот смеющаяся урна. Ее было слышно, но не видно. Она была где-то рядом с тем местом, где я умер. Которая меня проклинает, когда я рядом с ней. Это мои души или это просто предмет? Это мои души. Если я, по-моему, чуть левее сюда пройду, то, во-первых, да. Труп с интернет-ровой. Вот она, эта урна. Ау. И от урны, по-моему, где-то неподалеку должен быть этот сундук, который я уже открывал. Я не совсем уверен, как его вообще здесь найти. Это сундук, который... Другой сундук. Ааа, и где-то здесь, наверное, сундук, который с кольцом на скорость каста. В общем, я не знаю. В интернете есть карты этой локации, но они не очень помогают, потому что в ней ни хрена не видно. Но, тем не менее. Теперь бы выход еще найти. Это выход к венгарлу? Да, черт. Это не тот выход, который мне нужен. А теперь здесь толпа врагов. Но я могу мимо них пробежать. Вот это тут выход, который мне нужен. Ну ладно, я собрал там все, что там есть ценного. Если это не поменялось в переиздании, я точно не помню насчет того, поменялось оно или нет. Но в оригинальной игре на НГ+, там лежало еще кольцо, которое дает защиту от бэкстабов. Но оно не очень полезно. Ну, то есть как оно полезно для защиты от бэкстабов. Но кроме этого оно не очень полезно. Так, и что я там насобирал? Я подобрал кольцо солнца. Древнее кольцо солнца. Взрывается, достигнув предельных повреждений. Странное каменное кольцо, в котором заключен жар пламени. Набирает мощность при наносимом уроне персонажа, а затем взрывается нанося повреждения всем окружающим врагам, не задевая при этом носителя. Наши дела как хорошие, так и плохие вернутся к нам так или иначе. В общем, когда я получаю урон несколько раз, то я взрываюсь и наношу урон всем вокруг. Не суперполезно, но, не знаю, можно использовать, наверное. Кольцо с чистой лазурью. Я уже видел не плюс один версию. Ускоряет заклинание. И также к варантии плюс один. То же самое, что и к варантии не плюс один. Просто быстрее восстанавливается на мину. Полезно. И теперь эта локация. Призывать я никого не буду. Вместо этого я поднимусь вверх и подберу здесь предмет. Всего лишь у чистого цвета жизни. А тут один из этих рыцарей лесных. Также тут можно прыгнуть через это вот окно с разбегу. И попасть сюда. Да, и по-другому сюда можно попасть, превратив этого вот врага из камня в не камень, веткой. Но так можно сэкономить ветку, если сюда перепрыгнуть. И я смогу здесь подобрать, во-первых, содержимое вот этого вот сундука. Упс. Вау. Черт. Я его станю двумя ударами, но я не успеваю его два раза ударить до его атаки. Ну ладно. Теперь я знаю. Очищенный костяной прах. То есть я смогу сделать плюс три эстус. Или уже плюс четыре, если я один раз забыл сделать. Плюс три эстус, когда у меня была такая возможность, я не уверен. И кроме этого, сюда я могу перепрыгнуть. И здесь, в сундуке. Лежит алебарда черного рыцаря. И отсюда я могу перепрыгнуть вот туда. Причем даже не перепрыгнуть, а просто бегом вот так вот сойти. Этого достаточно. Здесь я, во-первых, могу взять еще какую-то хрень бесполезную. Душа и огненные бомбы. Во-вторых, я могу пройти сюда и вернуться к костру. Этого льва стоит потом сделать обратно врагом. Также здесь можно спрыгнуть. Но это мне ничего не дает. Это позволяет мне спрыгнуть обратно к костру уже. Этого льва стоит сделать обратно врагом, но я это сделаю немножко позже. Потому что если я это сделаю сейчас, каждый раз, когда я буду вставать от этого костра, он будет на меня агриться, приходить и пытаться меня убить. Я лучше сделаю это, когда я закончу все в этой локации. И тогда мне будет все равно уже, что он будет агриться на меня, когда я на этом костре. Потому что я уже не буду на этом костре. Никогда. Чувак. Также здесь можно спуститься вниз и открыть этот сундук. И взять магические болты, которые совершенно мне не нужны. Ааа, и я забыл сделать одну вещь. Так что я сейчас быстренько вернусь в Маджулу. И я пойду поговорю с кошкой и куплю у нее одно из колец, которые она продает. Что-нибудь новое она, кстати, скажет? Нет. Не скажет. Мне нужно кольцо шепота. Я не помню, говорил я про него или нет, когда я все эти кольца смотрел. Но кольцо, принадлежавшее Роу и следователю, услышите внутренние голоса окружающих вас врагов. Помогает в поиске скрытых врагов и, возможно, в чем-то еще. Оно орет, когда рядом есть враги. Но это не очень полезно, потому что большую часть врагов я вижу. Невидимые враги, которые в этом лесу, ну да, я буду знать, что они рядом, но это мне не сильно помогает. Но, кроме этого, оно позволяет мне кое-что еще сделать. В этой конкретной локации, куда я сейчас пришел. Так же... Ага, почему ее здесь еще нет? Ладно. Здесь должна стоять пирамидка, которую я... Спас. Возможно, с ней нужно еще поговорить, посмотрим. Или, возможно, я что-то путаю, и она не здесь должна стоять. Не уверен. Темные руины. Этого чувака я еще раз убью. Или не убьем. И, пожалуй, сменю оружие на катану. А, я не прочитал вот эту саблю в прошлый раз, кстати. Саблю лесничего гилигана. Это оружие ничем не выделяется, кроме, пожалуй, роскошных самоцветов, украшающих рукоять. Так что, если ваша цель не просто победить врага, а ослепить его, эта сабля может вам подойти. Ничего особого по статам. Выглядит стильно, конечно, но... Но ничего особого по статам. Да, с черной катаной похуже урон пока что. Ладно. И да, проклинающие урны вернулись. Их здесь очень много на этой локации. Также основной враг на этой локации это... Нет, они не должны сейчас сагриться и прийти. Видимо, нет. Тогда сейчас мы еще встретимся с основным врагом. Или, может быть, нет. Пока что основной враг на этой локации это эти урны. Ну и невидимки. Так, так. То же самое. Это выпад. Окей, это не помогает. Огненная бабочка и факел. Возможно, это в переиздании переделали. Я, опять же, не совсем не все помню, как... В переиздании переделано. Да, здесь есть вот эти вот враги. Львы. Они довольно опасны. Они очень больно дамажат. Но при этом сами по себе по муссету они довольно легкие. И жизни у них не так уж много. У них есть, правда, такая интересная особенность, что у них очень офигенная защита от всего, по сути, магического. То есть от огня, от магии, от тьмы, от всего, от молнии. То есть магам с ними довольно серьезные проблемы возникают. Но я не маг. Так что у меня с этим все хорошо. Я могу, конечно, взять фаербол и... Посмотреть. Да, 43 дамага. Не очень хорошо. Они дропают свой эквип. Который не очень помогает. Ключ камень фароса. Также их здесь довольно много окаменевших. И большая часть из них ничего не дают. То есть они ничего не дропают особого. И нет никакого смысла их превращать обратно во врагов. А есть парочка, которые дропают что-то конкретное. Есть парочка, которые загораживают проходы. И да, это... Ловушка. Упс, это невидимка. Также я могу... Перепрыгнуть туда. Тут еще один невидимка. Стамины, правда, нет, чтобы его добить. В общем, я постоянно пытаюсь его залочить. Вообще, что касается управления вообще во всей этой серии игр. Я очень надеюсь, что если Фромы сделают еще что-то в таком стиле. То есть там Dark Souls 4, Bloodborne 2, Demon's Souls 2. Что-нибудь отдельное с таким же имплеем. Я очень надеюсь, что они позволят убрать с правого стика вот эту вот функцию. То есть выравнивать камеру туда, куда смотрит персонаж. Мне это никогда абсолютно не нужно было. То есть я не могу вспомнить ни одного случая, когда мне был бы полезен этот разворот камеры в сторону, куда персонаж смотрит. Зато она очень любит разворачиваться, когда вот сзади меня какой-нибудь враг или босс. Сзади моего персонажа, но впереди камеры. Я пытаюсь его залочить, но он либо какой-нибудь там невидимый, либо он там на один шаг дальше, чем лог работает. И вместо того, чтобы его залочить, я разворачиваю камеру. И теперь я не вижу этого врага, и он подбегает и бьет меня. И если я при этом убегаю от него, допустим, то я еще и меняю направление и попадаю под какую-нибудь его атаку или что-нибудь подобное. Это бесит. То есть управление во всех этих играх, начиная от демонов... Была ли вообще такая фишка в демонах? Я не помню. В общем, начиная от демонов и заканчивая третьим дарком и блатборном, управление было бы в разы лучше, если бы я мог просто убрать эту функцию. Что правый стик бы у меня только лочил врагов, но не двигал камеру, если нет врагов. То есть ничего бы не делал, если нет врага в дальности лока. А этот лев охраняет сундук. Но, в принципе, с большей частью этой локации я буду... Наверное, даже со всей этой локации я буду разбираться в следующий раз, потому что, как бы, я сейчас не могу сделать ничего быстро. А если я буду пытаться делать что-то, что не быстро, то это затянется еще на 20 минут. Я могу, наверное, этих двух чуваков убить. Локация, на самом деле, она маленькая, но в ней дофига всего. Много предметов, много NPC, много всяких интересных вещей. И все тому подобное. То есть я понимаю, что вот это вот то, что я пытаюсь их сейчас залочить, и оно разворачивает камеру, это в данной ситуации это просто маяшик. Потому что их нельзя залочить, я знаю, что их нельзя залочить, но я все равно иногда кликаю лок зачем-то. И это уже мои проблемы. Но у меня часто бывают ситуации на каком-нибудь боссе, когда там босс отошел на полметра дальше моей максимальной дальности лока. У меня лок сбросился. Но при этом моя максимальная дальность, на которой удерживается лок, она по какой-то безумной причине раза в три дальше, чем дальность, с которой я могу залочить. То есть на боссе у меня был лок. Я сделал шаг назад, лок отвалился. Я сделал там пять шагов вперед, и я все еще не могу его залочить, потому что он все еще слишком далеко. И не только с боссом, естественно, с обычными врагами то же самое. И это все тоже довольно тупо. Ну да ладно. С локом больше говорить особенно не о чем. С этой локацией я буду разбираться в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok